МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первую в новом парламентском сезоне сессию областных депутатов по праву можно назвать социально направленной. Львиная доля вопросов в повестке касалась поддержки семей. Прежде всего, изменению порядка выплаты регионального материнского капитала. Раньше выплату в размере больше 109 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка семья могла получить только один раз. Мы согласились с предложением губернатора и с начала следующего года уже неоднократно при рождении каждого и третьего, и четвертого, и каждого последующего семья может получить материнский региональный капитал. Еще одно решение – увеличить в два раза выплаты семьям награжденным дипломом признательность. Его вручают тем, кто достойно воспитал троих и более детей до достижения младшим ребенком восьмилетнего возраста. Вознаграждение увеличено в два раза с 10 до 20 тысяч рублей. Как показал анализ, данные вознаграждения обычно семьями используются для обучения детей, для участия их в конкурсах, спортивных соревнованиях, а также олимпиадах. Данный законопроект появления в двух чтениях и будет действовать с 1 мая 2022 года. Ежегодной теперь становится выплата ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Раз в год, к 9 мая, ветераны будут получать по 20 тысяч рублей. Дополнительные затраты, которые потребуются для этих целей, они достаточно невелики. Чуть более 1 миллиона рублей ежегодно. И мы полагаем, что это, конечно, такой существенный хороший шаг вперед. А вот выплата каждому из родителей военнослужащих, чьи дети погибли во время боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, станет ежемесячной. Дополнительно норма закона распространится и на родственников погибших в этих конфликтах сотрудников ФСБ. Она была до сегодняшнего дня ежегодно 2 тысячи рублей. Губернатором была инициатива установить ее ежемесячно 2 тысячи рублей. Депутаты сегодня эту инициативу поддержали. И, соответственно, сейчас данная выплата будет ежемесячной в размере 2 тысячи рублей. По решению депутатов, ветеранов, боевых действий освободят от налога за машины с мощностью двигателя не более 160 лошадиных сил. При этом сохраняется право на единый вычет. Выпадающие доходы областного бюджета будут составлять более 15 миллионов рублей. Хочется отметить, что эта мера налоговой поддержки для ветеранов, боевых действий, будет также применяться в беззаявительном характере. Налоговые льготы ждут и владельцев малого бизнеса, занимающихся обработкой и утилизацией отходов. Данным законопроектом мы снизили до максимально возможных, до минимальных возможных вообще значений ставки по упрощенной системе облакошения, где объектами является доходы минус расходы 5%. Раньше было 10% для всех остальных налогоплательщиков, где объектами являются доходы 1%. Для всех остальных налогоплательщиков 4%. А вот на владельцев так называемых наливаек продолжают наступления. Областные депутаты поддержали инициативу коллег из Орловской области, которые просят больше полномочий для борьбы с ночными рюмочными. Мы поддержим, безусловно, инициативу коллег. Они также просят дать регионам возможность, дополнительные полномочия для того, чтобы мы могли ограничивать эту деятельность. Не только квадратными метрами, но чтобы мы могли сами определить, например, решить, что в жилых домах такие заведения располагаться не могут. Еще одно изменение коснулось закона об образовании. Педагоги на селе теперь смогут вернуть деньги, потраченные на электроэнергию, если она используется для отопления дома. Есть еще один вопрос, на котором мы остановимся отдельно. Это закон о гаражной амнистии, который также был принят на сессии. Да, на фоне других решений гаражная амнистия не выглядит слишком значимой. Но, но, ведь тема эта тянется с 90-х годов, когда самостроенные гаражи росли, как грибы после дождя. Ну, а когда постройки стали массово сносить, владельцы забеспокоились, как сохранить нажитое имущество. На вопросы ответит депутат облсобрания Александр Фролов, а заодно расскажет о планах по бюджету на следующий год. Александр Михайлович, на прошедшей сессии депутаты приняли законопроект, который так условно называется гаражная амнистия. Что это за законопроект? Кому он будет интересен? И самое главное, в чем суть? Да, действительно, достаточно важный законопроект. Это что-то подобие, значит, уже было, действовала дачная амнистия, теперь гаражная амнистия. Это те объекты, которые, так скажем, у нас в стране было в огромном количестве построено. Все, что было построено до вступления в силу градостроительного гражданского кодекса 2004 года, со всеми разрешительными документами, какими-то документами старого образца, гаражные кооперативы, отдельно стоящие гаражи. Теперь есть возможность с 1 сентября для граждан официализировать данные постройки. При достаточно, значит, внятном и небольшом перечне документов, перечне документов это или старые разрешения на строительство, если они имеются, либо это инвентаризационные планы старого образца, опять же, которые были до 2004 года, либо, значит, факт добросовестного пользования. Гражданин, имеющий такой объект, может обратиться в муниципалитет с тем, чтобы сформировали схему земельного участка, сформировали землю, значит, официально, и, значит, официализировать и землю, и постройку, значит, данного объекта. Сюда, естественно, не входят различные самострои, различные, так скажем, подземные, значит, паркинги. И все это касается того имущества, которое было, значит, построено еще, так скажем, в далекие советские времена, скорее всего, что да, ну и постсоветские. Вот как раз, что считать гаражом с точки зрения законопроекта? Очень много, где вот эти вот морфлотовские контейнеры устанавливались в 90-х годов. Это будет считаться гаражом? Это вряд ли. Те гаражи, которые еще раз в составе гаражных кооперативов имеют, скажем, форму, там, скажем, суть капитального строения, привязки какие-то к коммуникациям, если есть, по крайней мере, к электричеству. Те, значит, объекты, которые имеют еще раз какие-то документы сопроводительные при строительстве, естественно, эти объекты будут считаться гаражами, будут признанными гаражами и будут официализированы. Можно ли эти документы будет оформить и завести, если, допустим, они были, ну, утрачены, потеряны или какие-то недочеты в них есть или были при постройке допущены? Если они были утрачены, ну, скорее всего, что можно, если есть такая возможность, их где-то получить из архивов, потому что, ну, те гаражные кооперативы, которые есть, они, видимо, там продолжают существовать. Какие-то платежи, какие, значит, за обслуживание, за, значит, электроэнергию. Если эти документы есть, то, скажем, в архивных каких-то материалах, то, конечно, их можно будет поднять и приложить для того, чтобы, то, скажем, направить и получить статус объекта официального. С первым законопроектом понятно, но вот начинается новый парламентский сезон, с чем, кстати, мы вас поздравляем. И хотелось бы узнать вашего комитета сейчас, какие будут вопросы главными, какие законопроекты планируются или инициативы, какие планируются, и как они будут развиваться? Ну, то, что лежит на поверхности, первое, наверное, законопроект, это традиционно план приватизации государственного имущества, которые мы ежегодно принимаем, рассматриваем, на этой сессии мы рассматривали изменения в план приватизации текущего года, а на следующий год будет рассмотрен уже в ближайшее время, в преддверии принятия бюджета, как правило, это происходит. Все, так скажем, остальные законопроекты, те, которые у нас были приняты в последнее время, которые были как раз направлены отчасти на поддержку малого и среднего предпринимательства, на поддержку инвесторов, инвестиционной деятельности в Архангельской области, наша задача сейчас проанализировать, как они работают, насколько эффективно работают, и при необходимости внести какие-то корректировки, возможно, какие-то поправки. И вот задача, так скажем, на ближайшие 2-3 месяца у комитета как раз такие стоят. О бюджете уже упомянули. Вот в контексте рассмотрения бюджета на следующий год, на дальнейший плановый период, поддержка бизнеса, особенно малого бизнеса. А какая она, сохранится ли она, можно ли об этом вообще сейчас говорить, и если сохранится, то в каком виде и, может быть, какие-то новые меры для поддержки бизнеса появятся в бюджете? Действительно, те меры, которые были приняты и приняты в основном на фоне пандемии, они, к сожалению, у нас заканчиваются. Все максимально действовали до 1 января 2022 года. Сейчас необходимо, в первую очередь, сделать анализ, эффективность, дальше проанализировать финансовую составляющую, потому что все эти меры, мы все прекрасно понимаем, они не бесплатные. Тут же налог ОСН на доходы обходится бюджету порядка 1,8 млрд ежегодно, поэтому здесь надо подойти очень аккуратно к этому. Более того, есть рабочая группа, которая создана была еще в прошлом году, туда входят и депутаты, и представители нашего комитета, и члены правительства, с тем, чтобы проанализировать и, так скажем, сейчас принять решение. Либо продлевать старые, либо все же, так скажем, скорректировать, и какие-то там точечные отрасли поддержать, либо, так скажем, опять же, институционную составляющую предпринимательства поддержать. В общем, в ближайшее время будут заседания данной рабочей группы, и будет принято решение, в каком направлении двигаться. Поскольку, еще раз повторюсь, что все меры, которые были у нас во время пандемии, они у нас, первое, заканчиваются, а второе, они, значит, достаточно дорого обходятся областному бюджету. Ну вот, по опыту, может быть, общения, встреч с представителями бизнеса, ну, не только малого даже, я сейчас имею в виду, в том числе и крупного, нужны ли меры поддержки им сейчас, или в целом уже бизнес оправился вот от этого удара, который был во время пандемии. Я думаю, что абсолютно понятно, что оправиться еще никто не оправился, ведь одно дело пережить пандемию, другое дело, значит, пережить ее последствия, значит, а последствия как раз сейчас наступают, да и пандемия-то, честно говоря, никуда не ушла. Она как есть, так и есть. Сейчас мы уже там наблюдаем четвертую волну. Сколько еще этих волн будет, никто сказать нам внятно не может. И, конечно, для того, чтобы сейчас, значит, бизнесу понимать, как ему в следующий год жить, а в преддверии, как раз-то, скажем, наступления вот этого года, ему нужно понимание, значит, какие меры будут поддержки, на что он может рассчитывать, на свои силы где-то, так скажем, на поддержку бюджета. Конечно, здесь анализ нужен безусловно. Тем более есть, вот, действительно, там, скажем, новые налоговые режимы, старые налоговые режимы в виде ЕНВД, так называемый, у нас с 1 ноября 2021 года ушел. Многие предприниматели, значит, сейчас выбрали другие режимы, вынуждены, да, это и патентная система, которую сейчас активно развиваем. Есть, значит, целый блок самозанятых, который сейчас достаточно эффективно работает. Мы видим огромное количество, которые, так скажем, применяют эту систему налогообложения. Кто-то перешел на УСЭН, поэтому сейчас надо проанализировать, вот, в частности, значит, задача рабочей группы проанализировать, каким образом сейчас у нас патентная система работает, какие-то замечания уже сейчас есть. Мы рассматривали на последнем заседании комитета, в частности, некоторые виды деятельности, которые просто выпали у нас из патентной системы, их надо обязательно сейчас добавить, нести изменения с тем, чтобы... Извините, сразу перебью, это какие? Ну, значит, к примеру, значит, детские развлекательные зоны в, значит, больших торговых центрах, в отдельно стоящих зданиях, они, к сожалению, значит, по всей стране практически, так скажем, в патентной системе как вид деятельности существуют. У нас он, к сожалению, не был учтен, и многие предприниматели, а это действительно малый и средний бизнес, причем такой социально ориентированный, значит, вышли, так скажем, с предложением на комитет рассмотреть возможность внесения данного вида в патентную систему, чтобы они могли, так скажем, пользоваться ей как, в общем-то, малый и средний бизнес. Ну, это, получается сказать, точечная поддержка. Отчасти да, еще раз говорю, что нужно проанализировать, есть, так скажем, и возможные другие направления, которые нужно, значит, учесть в данной системе. И вообще, насколько она, значит, эффективна, сейчас будет получена информация от налоговой инспекции, насколько, так скажем, эффективно работает. И дальше уже или сделать какие-то корректировки, или оставить все как есть, и сделав вывод, что все правильно было сделано, и, значит, закон эффективен и работает. По ожиданиям или по ощущениям, вот сейчас, понятно, что сказать очень сложно, но, тем не менее, поддержка, она сохранится, увеличится, или просто изменится, может быть, в каком-то виде? Я думаю, что, значит, она сохранится. В каком она виде будет сейчас, действительно, скажем, надо проанализировать. Но что она сохранится, сохранится, это точно. То есть, на сегодняшний день, по крайней мере, есть инициативы. У нас достаточно серьезный, эффективный федеральный закон, который тоже вступил в силу в прошлом году, это поддержка бизнеса в арктической зоне, это федеральный закон, с широчайшим набором преференций практически во всех направлениях. Это и налоговые преференции, это и пониженные проценты банковские, которые сейчас начинают только отрабатываться на уровне, скажем, субъекта нашего. Поэтому возможно, что, значит, данное направление, оно в основном связано с одной задачей, это увеличение инвестиций. Причем инвестиционная, это, скажем, составляющая, она совсем небольшая, там, миллион капиталовложений, я думаю, что это как раз направлено на развитие малого и среднего бизнеса. И идея в том, чтобы распространить как раз то, что заложено у нас в этот федеральный закон на всю остальную нашу территорию, Арканинской области. Как идея. Тоже она рассматривается и, возможно, это будет сделано вот в ближайшее время. Опять же, так скажем, для того, чтобы поддержать и инвестиционную составляющую, ну и малый и средний бизнес как таковой. Теперь в Холмогоры там появится памятник Ломоносову, трехсот десятилетия которого отметим в этом году. Бронзовый монумент установят в сквере, который собираются благоустроить, а приведение в порядок другого места Парка Победы уже завершается. Все благодаря национальным проектам, реализации которых парламентарии уделяют пристальное внимание. Парк Победы пока еще не полноценная зона отдыха, но очертания комфортной среды здесь уже видны. По дизайн-проекту парк станет территорией для массовых мероприятий, занятий спортом и прогулок. Правда, работы изначально были рассчитаны на срок от пяти до семи лет. Но к чему ждать, если объем не колоссальный и жители сильно хотят видеть изменения. Там постоянно сидят вечером мамочки с колясками, дети в это время по уже устроенным дорожкам катаются на велосипедах, на самокатах. Люди, которые приезжают на автовокзал, у них тоже есть время, где подождать в таком хорошем месте. В итоге два контракта завершат 30 сентября и еще два 30 октября. Все благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета. По приезду Александра Витальевича Цибульского к нам в Палмогоры в июне месяце, Александр Витальевич дал поручение поддельственным министерствам, чтобы к нам выделить дополнительные средства полностью на реализацию этого проекта в этом году. В преддверии памятной даты 300-летия Ломоносова в Холмогорах установят бронзовый памятник ученому, в сквере благоустройство которого оценено в 2,5 миллиона рублей. А на улице имени Великого земляка еще один интересный объект – ученая дорожка. Здесь села Митоз, центр, строится деревянная мостовая, вдоль которой появятся баннеры, рассказывающие о Ломоносове. Начались работы по именно так культурно-благоустройству в этом году. То есть запланировали, выиграли грант на 120 тысяч, закупили материалы. И вот уже месяца-полтора как и занимаемся. Администрация помогает во всем. Холмогорские, как и многие другие районы, не первый год участвуют в различных программах по благоустройству. Муниципалитету самому никогда бы этого не сделать, даже в малой части. Поэтому я считаю, что вот на данном этапе, когда мы рассматриваем вопрос формирования бюджета на ближайшее трехлетие, те позиции, которые касаются создания благоприятных условий на селе, в деревне, в городах, они должны быть приоритетными. Приоритетным по нацпроекту «Культура» стал капитальный ремонт культурного центра «Двина». Из бюджета всех уровней направили больше 5 миллионов рублей. Мои мысли и мечты сбылись, что теперь у нас большой центр культуры «Двина». И, конечно, то, что делается в Холмогорах, вот я говорю, ядок только радуются. По поручению губернатор выделили деньги на благоустройство территории около центра. Планируют сделать небольшую сцену и даже смонтировать фонтан. Все работы должны завершиться до конца сентября. На этом сегодня все. Продолжим следить за работой депутатов областного собрания уже в октябре. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова